Девушки отдыхают Что губернатор, я признался Эти строчки из стихотворения «Испытание смертью», которые написал Николай Севрюгин Первый губернатор Тульской области Написал он их в тюрьме У нас об умерших принято говорить или хорошо, или ничего Но для того, чтобы понять историю, для того, чтобы понять, что происходит сегодня, нужно говорить правду Я, Севрюгин Николай Васильевич, родился в 1939 году, 16 февраля, в селе Печерней Выселке Михайловского района Рязанской области Это копия автобиографии Николая Севрюгина, написанная от руки Именно вот в этом кабинете он их зачитывал перед полицоветом демократического выбора России Перед тем, как стать первым губернатором Тульской области То есть Севрюгин стоял перед полицоветом демократической России Была знаменитая 101-я комната в Белом доме Началась борьба, я так скажу, за то, кто возглавит область Было несколько кандидатур на пост губернатора Тогда в подковерной борьбе победил Николай Севрюгин Его поддержал Александр Титкин Он был представителем Бориса Ельцина на президентских выборах И имел больший вес в администрации президента Была выборная кандидатура Севрюгина Потому что он в первичных разговорах с представителями демократических кругов Пообещал, ну, самые всевозможные блага В каком плане? Не личные, конечно А то, что достаточно широка будет демократическая прослойка в администрации Пожелания людей, которые профессионально занимаются политикой Будут всемирно учитываться Не будет никаких волонтаристских поползновений со стороны администрации Но в конечном итоге все это оказалось во многом, конечно, блефом Николай Севрюгин стал губернатором в 1991 году Причем, как считали многие, на излете своей карьеры В нашу программу попали уникальные документы Партийный архив тех лет Со справками, назначениями и выводами партийных чиновников Совхоз Правда Новомосковского, а ранее Веневского района Именно сюда молодой 26-летний Николай Севрюгин Приезжает работать председателем совхоза К этому времени Николай Севрюгин закончил Рязанский сельхозинститут Работал бригадиром-зоотехником в совхозе Грайворонске Веневского района Назначение Николая Севрюгина на должность директора совхоза Правда Имеется одна странность Приказом номер 50 от 29 января 1965 года На эту должность был назначен Николаев Е.Н А через неделю этот приказ без указания причин отменяется На должность председателя колхоза назначается Николай Севрюгин Лидия Модестовна работала в совхозе с первых дней нового председателя Он всю душу вкладывал в производство Вот что я хочу сказать Отличный он человек был И я даже не знаю Ну я вам уже говорил Он и на беду откликался И на радость откликался Он никогда рабочего не обижал Несмотря на то, что совхоз только образовывался Николай Севрюгин не только сумел поднять его Он сумел вывести передовые предприятия За 6 лет работы построено 6 магазинов Детский сад, медпункты, стадион, дворец культуры Десятки жилых домов для работников совхоз Георгий Гельдербей работал в тех годах заместителем директора по строительству Он был молодой, активный человек В работе имеется в виду Стремился как все улучшить условия труда Это у него на первом плане было Из воспоминаний Николая Севрюгина Весь божий день мотался я как угорелый Обедая где придется на полевых станах Ночуя порой где-нибудь у ручья По утрам я перезванивался со своим соседом Василием Стародубцевым Который тогда создавал свой молочный комплекс Ставший позже меккой для сельхозников Пора, брат, пора Будили мы друг друга Василий Стародубцев и Николай Севрюгин Их судьбы были тесно переплетены Друзья и соратники они со временем превратились в заклятых врагов Каждый из них, находясь на вершине власти, умстил бывшему другу Показательный факт Сегодня самые плодородные поля совхоза «Правда» По словам исполнительного директора переданы колхозу имени Ленина Детичью Василия Стародубцев А в колхоз «Правда» был назначен новый Молодой директор Сергей Щанкин Затопил наше хозяйство Такие долги нас ввел Что мы сейчас работаем и отдаем только долги Люди продавал масло на молокозавод А деньги? А деньги, да, деньги не вносил Были какие-то фирмы, значит, кидаловые созданные Вот масло отдали 23 тонны, деньги за масло не получили Это на миллион 300 тысяч В своем совхозе Николай Севрюгин строил не только дома, детские сады, мастерские и фермы Построил он и памятник погибшим в Великой Отечественной войне Засадил аллею голубыми елями Времена меняются, и последний председатель совхоза решил продать вот эти голубые ели По 30 тысяч рублей за штучку В итоге в совхозе чуть не началась революция Еле отстояли Память предков дороже денег Председателя прогнали И вот уже второй год судятся с ним А Николай Севрюгин вспоминает как о далеком и прекрасном времени Который вряд ли повторится Как человека, я знаю, он честный был Честный, вот я отработала с ним 5 лет вместе, как вот мы здесь в начале Вот не кривя душой, он ни копейки не брал Ни то что рубль, ни копейки Вызовет меня и скажет Мария Васильевна, выпиши рублей 50 меня А то поеду в коммунировку туда-туда Мало ли дорого случатся деньги В 70-м проявивший себя с положительной стороны Николай Севрюгин Становится начальником Щекинского районного сельхозуправления В 1971 году он награжден Орденом Трудового Красного Знамя В 73-м Севрюгин становится первым секретарем Адоевского райкома КПСС Карьера начинает развиваться по нарастающей Молодому Севрюгину благоволит всесильный юнак, руководитель области На всю область гремит Адоевский эксперимент На базе ДСААФ начали готовить специалистов сельского хозяйства Правда, позже выяснится, что большая часть учащихся существовала только на бумаге Ущерб государству составил 46 тысяч рублей Огромные деньги по тем временам Было возбуждено уголовное дело Номер 01-10-51-4-81 Однако никто из подозреваемых не показал на Севрюгин И последний был повыше Назначен начальником областного управления сельского хозяйства Это вершины карьеры Севрюгина в СССР Дальше были выговоры, обвинения в незаконном строительстве Перевод в Ленинский облсполком Затем в плодопитомник Тульский Партийные работники тех лет говорят о том Что причиной опалы стала попытка Николая Севрюгина Василия Стародубцева и Владимира Жаркова Руководителя процветающего хозяйства Взыбина Сместить с поста председателя Тульского обкома КПСС Ивана Юнака В конце 80-х плодопитомник, позже переименованный всаженец, гремит на всю страну Учиться у руководителя хозяйства Николая Севрюгина приезжает со всех концов СССР Севрюгин строит коттеджи для рабочих, церковь, фермы, цеха В селе работает линия по розовой минеральной воды Архангельск Мощностью до 10 тысяч бутылок сменов Именно хозяйственные успехи и не любой властей сделали Севрюгина губернатора Он заводной, но обучаемый, умеющий войти в контакт со всеми с кем угодно Там и с Гайдаром, и куда он только не мотался, и как он только там Ну, председатель колхоза, потом секретарь районной и партийной организации Ну, послушный список, понятный, да? Это примерно то же самое, что Василий Александрович Абсолютно то же самое В 1991-м Борис Ельцин своим указом назначил Николая Севрюгина губернатором Тульской области Я приехал к нему в гостинице России, где он уже побывал у Ельцина, побывал в правительстве и так далее Все вопросы были согласованы И вот там мы с ним написали первое постановление, постановление номер один Главы администрации Тульской области, в котором он написал Всю полноту власти в Тульской области я беру на себя Пять лет Николай Севрюгин руководил Тульской областью На его долю выпало самое сложное время в истории современной России Валерий Маслов работал в те годы помощником и пресс-секретарем губернатора Для него было важно другое Значит, чтобы область гремела, чтобы он был на виду, чтобы в Москву, в Кремль Он же привез сюда всех Ельцина привез, Ельцин был не выездной практически Он сюда на два дня приехал Гайдар, все здесь были, абсолютно Четыре программы по Тульской области целевые были приняты, правительственные Ни по одной области вообще ничего такого не было, это в то время В те годы Николай Севрюгин был действительно всесилен Он был одним из двух российских губернаторов, которые входили в президентский совет Он снимал и назначал чиновников рощерком пера Причем не только администрацию области, но и силовых структур Очень противоречивый Вот как была противоречивая эта эпоха Вот менталитет, по-моему, чем-то даже напоминал Ельцина Ну тогда мы знаем, что губернаторов назначали сверху Вот он чем-то был похож Он очень боялся быть обманутым И в то же время был очень доверчив И в этом была, по-моему, его одна из проблем То есть человек, как обычно, если чего-то он боится очень сильно, это и происходит В итоге его обманули Им пользовались Окружение, которое собрал вокруг себя Николай Севрюгин Банально предало своего патрона При первой же опасности потерять место Чиновники переметнулись в лагерь противника Сложилась неприятная мне команда Скажем так, старых аппаратчиков Я терпеть не могу Это все коммунистическое, извините Вот, вот, нет Коммунистическая идея у меня близка А вот эта вот аппаратная рвань Я терпеть не могу И она там фактически, ну, взяла всю власть Вот, взяла всю власть И его, в общем-то, ну, он уже Он попивал У него диабет Он большой А их много Ну и так далее Я думаю, что он человек своего времени Он действительно попал в эту струю И в другое время он бы не раскрылся так Абсолютно верно А время было очень интересное Но и настолько оно было смутное Переходное, непонятное Когда творилось черти что Когда все же рушилось В эти годы еще раз сталкиваются интересы Николая Севрюгина и Василия Стародукцева Три раза Севрюгин пытается освободить от должности своего друга Стародукцева И все безуспешно В конце 1996 года Николай Севрюгин уже положительно отозвался о Василии Стародукцеве Казалось, конфликт исчерпан Однако так мог думать только Севрюгин У Василия Стародукцева был свой счет Ныне действующий губернатор не простил предшественнику Дело о лжиэкспорте Пронского спиртового завода Возбужденное против руководителей хозяйства Налоговой инспекции в 1996 году Тогда государству был нанесен ущерб В размере 67 миллиардов рублей После избрания Василия Стародукцева губернатора Дело благополучно прикрыли Сейчас завод перепродан Колхоз погасил государству всего 3,5 миллионов рублей Будет ли погашен долг в полном объеме Вопрос, на который сегодня можно ответить отрицательно Уголовное дело против Севрюгина Возбужденное после его поражения на губернаторских выборах Воспринимается как банальное месть Месть Стародукцева К этому делу я вернусь позже В Севрюгине сошлись две крайности С одной стороны он настаивал на бедение рыночной системы Но продолжал руководить, используя приемы советской номенклатуры И саму номенклатуру в качестве своего окружения Однако были в политике губернаторы и неоспоримые достижения Именно при нем произошел прорыв иностранных инвесторов Проктор и Гэмбл, Каргел Пилотный проект Европейского банка реконструкции и развития По консультированию и развитию малого бизнеса Именно при нем проходила так называемая грабительская приватизация Хотя в чем она была грабительская в Тульской области, мне трудно понимать На первом этапе была альтернатива Можно было избрать три варианта приватизации Тульская область пошла в основном по второму варианту И 76% госпредприятий были приватизированы таким образом, что контрольный пакет был у коллектива Вот так губернатор-рыночник добился распределения акций в пользу трудовых коллективов Зато при народном губернаторе стародукции все кардинально изменилось После его отставки или после его ареста, когда губернатором стал другой человек Вот тут прошли процессы перераспределения капитала очень быстро И не в пользу трудовых коллективов, и не в пользу предпринимателей Туликов Однако ареста экс-губернатора могло и не быть Если бы не вот эти слова Сколько можно говорить о государственных интересах и устраивать все таким образом, чтобы деньги уходили в центр И пропадают неизвестно куда Ему предлагали место вице-консула в США Он выбрал борьбу за Тульскую область К административному ресурсу относились все как к панацеям Уголовное дело против Севрюгина Кто был заинтересован в нем? Это сумма Я не пересчитывал обещать Объявление было очень натянуто Почему никто ни в Туле, ни в Москве не поддержал губернатора? Надо еще не пришло время об этом сказать Смотрите в воскресенье в 19.30 Авторскую программу Андрея Вазова Испытания смерти Из цикла есть версия Субтитры подогнал «Симон»